Привет всем! Иду в гости в Снохе, схожу к ней, потом в магазин, потом запишу вам видео ответы на ваши вопросы. Сегодня вышло видео про овощную яму, и там мне задали несколько вопросов по поводу этого видео, и просят рецепт продиктовать перцев маринованных. Писать очень долго, не хочется печатать. Ну как не хочется, я думаю, лучше видео снять, подробно там всё рассказать, чем печатать. И вот сейчас схожу по делам в магазин к Снохе, и когда приду домой, запишу это видео. Так будет лучше, я думаю. Более подробно расскажу. Нашла до нужной цели, сейчас нужно подняться на нужный этаж. Сейчас ко мне лифт приедет, и поеду кверху. Привет, это я. Обычно открываю своим ключом, пробую позвонить. О, собака залаяла, значит, сработало звонок. Так, там меня устучат. Их же, ты куда пошёл? Иди обратно. Я же тебе звонила. Да, ребят, подзадула мою. Друзья, сходила я по делам, сейчас вот вернулась. Вышло сегодня у меня видео, которое называется «Заготовки на зиму, где и как храним». Сын купил овощную кладовку подземную совсем недавно, этим летом, где-то в июле, если мне не изменяет память. Так как они ещё молодая семья, им некогда заниматься заготовками всякими. Да у них и сада нет. В основном, всё, мы закрутки эти все. Я заготавливаю. Они возят, сын от тёщи возит, она живёт в другом городе, у неё там есть огород, где она выращивает всякие тоже овощи. И делают заготовки, которых хватает тоже на три семьи. И у нас они очень мало берут, но взяли они эту кладовку, потому что очень близко к дому, к их. А у нас вообще можно даже в халате сбегать очень рядом, близко, как в соседнюю комнату сходить, можно сказать. Очень удобно, я, можно сказать, довольна. Но так как мы первую зиму ещё будем хранить это, я не знаю, как будет храниться. Но так как я человек нелюбопытный, но очень любознательный, ну шучу, конечно, я спрашивала, сколько там люди-то ведь ходят постоянно. Кто-нибудь приходит, уходит и как бы интересовалась, как хранится, что там. Таких вот нелестных, чтобы отзывов я не слышала. Говорят, и зимой не промерзает, не холодно, и летом, ну такая температура плюс-минус там 2-3 градуса и держится ровно всё. Не промерзает, не затапливает. И вот я, ещё рецепт попросили, и печатать долго, я лучше скажу его, зачитаю этот рецепт перца. Мне очень понравился этот перец, вот эта заготовка. У нас открывают ямы по расписанию, ну вот эти кладовки. Тут они существуют очень давно, ещё завод строил там какой-то, раньше это практиковалось. От завода встроили эти вот всё капитальные гаражи, ямы овощные, всё. И у них был случай, ну я не знаю, как старожилы будто бы рассказывать, что когда у всех были ключи, у них однажды эти ямы, как говорит народ, обнесли. Пять ям вскрыли и всё оттуда подчистили хорошо. И сейчас, с тех пор, видимо, они решили на общем собрании, что эти ямы будут открывать по расписанию. Сейчас у нас открывают их два раза за неделю. Выбрали самое удобное время. И зимний график отличается от летнего, потому что многие в садах там то-сё. А зимой все, в основном масса дома, в сады уже не ездят. И он немножко отличается, вот, по-моему, с октября месяца поменялся два раза в неделю, по два часа открытые бывают ямы. В это время люди уже знают, привыкли. И все дружно по осени заносили, все засыпали там, готовки все ставили. Сейчас ходят, берут оттуда то-сё. Я вчера ходила, вот было открыто, взяла две баночки перца. Уже нам он так понравился, даже я взяла не одну баночку, взяла две. Хотя через, сколько там было, через два-три дня можно снова сходить. Ну ладно, потому что я взяла две. Вот эта вот поменьше банка, вот смотрите там, сколько осталось. Она уже открытая. Муж вчера поел, я чуть-чуть там поела. Что-то всё другое, как говорится, другим лакомила. Сейчас я даже вилку принесла и покажу, какие я вот такие полоски режу, но такие. Если повыше банка, некоторые перцы можно и... Эта вот полоска, она разрезана напополам, чтобы покороче, потому что это пол-литровая баночка, там очень-то длинная. С таймиком ставлю. И можно не разрезать, если повыше банка, высокая и такой полоской целой. Вот тут даже, если покороче какой-то, тут, наверное, есть неразрезанные даже. И с таймиком, и очень много входит в баночку, хотя она, допустим, вот пол-литровая, туда я так плотно-плотно-плотно стоя, вот их ставлю-ставлю-ставлю, набиваю и потом только заливаю. У нас перец вот красного много, и он у нас не кубовидный, он длинный, стручки длинные. Конечно, вот в эту-то банку еще, допустим, я как-то там... Войдут некоторые полоски, не разрезая, а в основном все разрезала, потому что он очень длинный, стручки вот прямо аж такие, в два раза длиннее, чем сама банка вот эта, допустим. Вот, а уж не говоря о пол-литровой банке, это, по-моему, 650 грамм или 700, не знаю, точно не скажу, могу неправильно сказать. И вот у меня на эту публикацию вышло комментарий, я вот сейчас отвечу, в описании под видео надо рецепта напечатать, скорее всего, что-то я не напечатала, вот, а люди спрашивают. Так, вот тут мне пишет Лариса, я не оглашаю фамилию, потому что вдруг человек не хочет, чтобы говорили фамилию. По разным причинам ведь бывает, что и не хотят. Она спрашивает, это в вашем доме находится? Нет, ямы не в подвале, не в доме. Дом наш стоит рядом, а эти ямы, они отдельная территория, под землей, выведены вентиляционные трубы над землей. Это подобие, ну, не знаю, можно сравнить, какие-то, вот, знаете, бункеры, бомбоубежища или что-то вот с этого. Я так, ну, не знаю, может быть, можно с этим сравнить, но они не в подвале. Жилого дома отдельно, как строение, но под землей. Сверху обычно трава, там, газон, который косят регулярно. Коммунальные территории, к кому относятся, они это выкашивают, вместо просто косят, например, время от времени, когда сильно зарастают. Вот так, ответила. Вот она спрашивает, как насчет мышей? Картошка, смотрю, открыто лежит. Вот всех вы спрашивала, как хранится, промерзают ли, затопляют ли, вот, все спрашивала. А вопрос по поводу мышей у меня не возник. Спасибо, вот, подсказали в следующий раз. Пойду в яму обязательно, этот вопрос задам, потому что я не знаю, есть там мыши или нет. Но сколько я спрашивала, как, чего, никто про мышей не заикался. Возможно, я вот так подумала, возможно, они время от времени массово это травят какую-то, вызывают спецслужбы, где-то эту траву раскладывать. Возможно, так. Но ни у кого по поводу, что там мыши вот надоели или портят там, я не слышала ни разу. Но, хотя я спрашивала, именно, вот, как хранится, вот, как сохранность, то, все. То, если бы была проблема с мышами, скорее всего, кто-то бы это озвучил. Но никто не сказал про мышей. Но я все равно спрошу, мне самой стало это очень интересным. Так, маринованный рецепт я сейчас поделюсь им. Первый раз я делала заготовки, такие осталось очень довольное. Еще, знаете, когда массово он зреет, его так много, не знаешь, уже лечь от леча. Одноклассница моя говорит, скоро от этих помидор будем чесаться, так мы вот от этого лечим, наверное. Я столько его накрутила, у меня еще с прошлого года осталось несколько, ну, сколько там, ну, не знаю, сколько банок, боюсь соврать, не пересчитывала. Но так прилично. И уже его так наелись, и вроде бы не хочется. А тут новая заготовка. Я просто попробовала, дала мне свате, я записала и делала по ее рецепту. Вот подумала еще, знаете, что если у есть же сейчас людей, очень много страдает с сахарным диабетом. Вот тут в рецептуре много сахарного песка. Возможно, что кому-то такие заготовки нежелательно употреблять. Можно его уменьшить, это количество сахарного песка, или вообще исключить. Но опять не знаю, как на это повлияет, на вкус. Но опять, если у кого-то такая проблема есть, то они же привыкли, едят не сладкую пищу, ну, стараются. Сейчас я принесла опять тетрадку, в которую записываю эти все свои рецепты, которые мне нравятся. И сейчас прочитаю. Закрыла дверь. Закрыта дверь. У меня муж там телевизор смотрит, чтобы не шумно было. Так. Маринад. Варим маринад. Вот она дала пропорции. Ну, конечно, 4 литра воды, это много. Сразу я делила, по-моему, пополам на 2 литра. Ну, вот я как она. 4 литра воды. 20 столовых ложек сахара. Без горки. 5 столовых ложек соли с горкой. Все вскипятить. Добавить 300 мл уксуса столового. Это вот который 9%. Все вскипятить. Лаврушка, перец черный, душистый, положить на дно банки. Банки, соответственно, все равно стерильно стерилизуем. Там, ну, все это, стерильные, короче, банки. Но по желанию это лавровый лист, черный, душистый. Перец с горошками. Если кто-то чего-то по какой-то причине эти специи не любит, можно и не добавлять. Перец нарезать полосками, плотно уложить в банки и залить горячей водой, кипятком, простой водой. Стоит 5-7 минут. Солить кипяток и залить маринадом. Закатать, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Я, так как хранила все заготовки дома, у меня при комнатной температуре зимой отопление очень греет батареи. И представляете, в какой жаре у меня эти закрутки стояли. Это градусов 27-25, а то больше 27. Ну, жарко бывает, реально там жара такая. И я всегда, чтобы надежно не срывала крышки, ничего там никак, я всегда два раза заливала любые заготовки. То будь огурцы, там помидоры, ну да хоть чего, я заливала вот кипятком два раза. Первый раз залила, а вот тут один раз, а я там 5-7 минут постояла, как начали немножко остывать. Я снова эту воду кипятила и снова заливала, а потом уже маринадом, вот так всегда. Но у меня не мутнели банки и не взрывались, надежно стояли они при комнатной температуре. Я как-то привыкла и всегда они, может кто-то подумает, что будут мягкие, не хрустящие, ничего подобного. Что огурцы, вот этот перец закатала, они не мягкие, они хрустящие, остаются такие. Несмотря на то, что я всегда заливаю два раза кипятком, а потом уже маринадом горячим закручиваю и ставлю, укутываю. У меня есть старая дубленка, я ей сначала, а потом сверху еще куртками. И у меня эта дубленка, я так думаю, она натурально очень долго держит вот это тепло. Они у меня даже через сутки еще такие горяченькие немножко банки. И хорошо там все, все микробы последние там уничтожаются, если какие-то остались. И вот я тут для себя еще написала на 8 банок пол-литровых, нужно полтора где-то литра этого маринада. Да, но в скобках у меня написано мой опыт 2 литра. Я вот для себя, хотя я очень плотно-плотно укладываю, утрамбовываю, можно сказать, перцы. Но вот у меня тут написано 2 литра, чтобы наверняка не было, что последнюю банку заливаете. И там не покрылся перец этим. Маринадом это тоже не очень хорошо. Так, это я ответила, рецепт продиктовала. Так, Светлана, это моя подписчица, она уже давно со мной на моем канале. И очень часто пишет комментарии, как уже, знаете, родственные души. Вот, она пишет, опять мне комментарий написала. Можно в погребе жить. Вот, типа, что столько еды много. И она делится своим опытом, вот как она морковь хранит. Натирают она на терке, на крупной, я так поняла, так. Приноровилась, всю морковь перетираю. И оставляют немного в холодильнике, в мешочках. Хранится хорошо. Ну, знаете, друзья, у нас однажды... Это... Сейчас я немножко передвину. Компьютер-то немножко в стороне стоит, чтобы... У меня такой был опыт. Столько этой моркови выросло. Мы... Я не знаю, почему-то она... Ботва такая малюсенькая, такая слабенькая. Ну, думаешь, ну, ладно, гряда последняя осталась. Там что-то у нас две гряды, по-моему, было. Думаю, ладно, судя по ботве, там и никудышная морковка, и там хоть полегче, поменьше. Вот, начинаешь дергать, там такие, ну, не соответствуют эти вершки и корешки. Столько моркови было. И вот еще с тех времен у меня это натерто, заморожено. На крупной терке морковь она еще до сих пор не съели. И у нас, как правило, остается... Вот она заморожена, а лежит у нас в морозильной камере. Еще, наверное, мешочка 2-3 есть. Такие приличные, такие. Благо, что у нас сейчас 2 морозильника, и еще морозильная камера большая в холодильнике. Там сколько у нас? 3-4 полки. В общем, ладно. Не помню. 4 или 3. Места очень много. И как бы вроде бы и пусть лежит. И сейчас вот уже ноябрь кончается. И мы до сих пор еще в прошлый год, ну, никак не можем справиться. Я вот тоже, кстати, храню ее. Она же начинает уже портиться. Я ее этой овощечисткой, такой, знаете, чищу всю морковку. И промываю, вырезаю все то, что это подозрительно. И оставляю на противне. Допустим, вечером почистила. И на следующий день, где-то днем, водичка вся с ней стекла. А потом на противень. И она как бы сверху подсыхает. Вообще вся влага за это время высыхает. И потом на следующий день, как появляется время свободное, я раскладываю ее в мешочки целлофановые и в холодильнике. Она тоже не портится, хотя и чищеная, и все. Тоже очень долго хранится. И я вот последнюю уже осталась там, я не знаю, может, килограмма сколько, три. И я ее вот так все уделала, положила. И вот оттуда беру сейчас вот что готовлю. Вот эту чищеную морковь там везде в супе и все. Вот ее доедим и начнем свежую брать. У меня сын брал свежую уже морковь из ямы. И я тоже, не помню, что-то там свежую брала немного. Хорошо, она не дряблая, ничего лежит, хорошо, прилично. Прилично себя ведет. И тогда уже будем, как закончим с этой, с прошлогодней морковкой, так и будем уже к той приступать плотно. Тогда та пойдет быстрее, будем уничтожать. Я в каком-то виде еще давно говорила, молодые хозяйки, кто работает, нет времени, возьмите на вооружение. Я и лук, и чеснок у меня всегда в лоточке, чищеное, мытое, все стоит в холодильнике. Ему ничего не делается. Допустим, с вечера смотрю телевизор, все почистила, помыла, надушла тебе, полежала, там стекла водичка. И в лоток или в чего там положила. Ну, картошку, конечно, пакетная, она чернеет, начнет так-то. А вот этот лук, чеснок, у меня все начищенное, все помытое, все лежит. Только потом время появилось на следующий день, ничего чистить не надо. Раз, раз только крошить. И быстро, быстро, экономное время. А тут все равно телевизор сидишь. Я вообще не могу вечером смотреть телевизор, просто сидеть. Мне постоянно, что-то я, что-то у меня чем-то руки заняты, и мне скучно так сидеть. Насколько бы не был интересен фильм, вот так просто сидеть. Я могу чашечку там чая выпить или что-то еще, но все равно что-то стараюсь. Вот мне нравится это же, что-то там почистить, там еще что-то вот такое. То, что не мешает смотреть, допустим, фильм. Ну, мне вот так нравится, конечно, все мы разные, по-разному нравится себя вести. Она молодец, вот эта Светлана, она делится своим опытом житейским всяким. Дельные советы дает, молодец. Я уже ее благодарила как-то в комментариях. Она так, свеклу она пишет мариную, трет и в банке, и делает она так. Для борща уже 7 лет делает так, очень нравится. Ну, свеклу я навряд ли так буду делать, потому что у нас, во-первых, свеклы не так много, во-вторых, я не знаю, у меня как-то она и так хорошо вот, ну, уходит все, лежит, тем более. Вот перец, его же надо было, мы уж последний, так я заморозила даже зеленый, он понятно, что он уже не спит, и все, уже нарезала так вот, и сунула в морозилку. Думаю, суп и буду зимой, все уйдет, потому что уже невозможно с этим перцем справляться. А тем более он, что там, немножко уже дрявнуть начал, не спея толком, уже самый последний-последний. Его ведь не больше в таком виде, вот тут-то ведь все хорошее, все такое, видите, какое его есть приятно, а что я туда такие консервные, ну, закрутки буду делать из зеленого перца, нет, это не то, он уже такой какой-то. А супы сойдет, свеклу мы так не делаем, но часто у меня, ты сватья, она делает эти заготовки, борщ, ну, как заготовки для борща, и там только открыл, картошки покрошил, ну, кто-то тушенку туда, кто-то мясо добавляют, и шикарный борщ получится, но я вот так не практикую. Так, еще Светлана спрашивает, какие буду томаты высаживать в следующий год, ну, как вот рассаду, какой буду, и она написала, у нее много семян, она не будет даже покупать нынче, потому что много еще прошлогодних. Вот. Я уже купила семена томатов, у меня их, огурцов и томатов уже закуплены выше крыши, можно сказать, и сегодня мы с двоюродной сестрой и мужа болтали, ну, на все темы касаться, и огородов, сада, огородов там всего, и она заказывает семена почтой. Как-то раз она заказывала мне, ну, она посоветовала Василий семена, мне понравились вроде бы, я вот говорю, давай пакетик мне, она спрашивала про капусту, который, я уж много лет у нее, это она мне заказала, Сонсма, она такая продолговатая, Качан, она ранняя, и очень мне нравится эта капуста. Она без урожая никогда не оставит, ну, это мой опыт, опять же. Качаны небольшие, то есть, если ты начал его резать, не проблема съесть вовремя. Вот это тоже плюс, с моей точки зрения. Я говорю, капусты не надо, потому что в прошлый год она мне заказала, а мы все не могли встретиться, чтобы передать эти семена. Я не стала сажать, думаю, поздновато что-то, ну, хотя она ранее можно было бы посеять, потому что она бы успела, ну, вот я сейчас говорю и думаю, она же ранее могла бы успеть, ну, ладно. И у меня вот этот пакетик остался с прошлого года, и еще у меня была куплена еще какая-то капуста там, сейчас, потом обзор семян сделаю, посмотрю, что там. И я отказалась, а вот помидорки. И она мне продиктовала еще местной селекции. Ей нравятся очень там сорта низкорослики, которые она подсаживает вниз высокорослых томатов. Вот, несколько. Я говорю, ну, ладно, я попробую их еще, посмотрю. Вот пойду в садовый магазин. Давно в нем не была, как бы нет необходимости. Купила пакет с земли, 5 литров, по-моему, или 3 литра, не помню. Я купила его в простом магазине, в продуктовом, но там сопутствующие товары, всякие, знаете, как сейчас в супермаркетах упор на продукты сделан, а сопутствующие всякие там порошки стиральные, там какие-то пластмассовые немножко посуды, какие-то тапочки. Я там пакет земли купила, вот, друзья, хочу этот фикус пересадить, у меня новый горшок есть. Я поменяю объем земли, там побольше будет, и хочу его пересадить. Завтра, наверное, может быть, это сделаю. Ему будет посвободнее. Ставить некуда, этих растений много, все какие-то крупные, большие. И ему тут бедолаги тоже и свету не хватает. Как бы день короткий, специально недосвечивая. В этой комнате в основном пользуемся только этими, ну, такими лампами настольными всякими. Свет не верхний, не знаю, как он переживет это темное время года. Еще поставим вот впереди на рассаду, да все-таки, еще его немножко так придется потеснить от окна. Ну, ладно, в общем, будь что будет. Ну, ведь не первый год он у меня растет, выдерживал эти лихие времена. Сейчас я на камеру съем этот кусочек. Не знаю, слышно вам, нет, но хрустит. Хрустящий перчик. Рассол очень вкусный, прямо. Мы его даже так выпиваем, когда съедаем перец. Муж пьет, я сама пила этот рассолчик, очень вкусный. Но, вот опять же повторюсь, сахар-то там, видите, рецептура какая, кому-то нельзя сахар. А за счет вот этой сладости, такой вот все тут гармонично, все это очень вкусно. Мне понравилась эта заготовка. Попробуйте. Так. Ну, вот я вам ответила. Все. Друзья, поболтала я с вами. Душевно. Не знаю, как вы. Мне душевно поболтала. Буду прощаться. Не буду больше утомлять вас своим обществом. Всего доброго. Всех вам благ земных. До новых встреч на моем канале. Друзья. Продолжение следует...